Да и вообще у меня не средиземноморское здоровье. То, что можно стричь волосы самой, я поняла через 52 года своей жизни. Я похожа на Ивлееву, Эдика Налеса. Себя вот так. Я сегодня ем культурно, с тарелки. Ты без рыбы жить не можешь? У тебя глаза что-то на вы какие-то. Бля, у тебя такие глаза сейчас такие. Всем доброе утро. 25 ноября. Я помыла голову. У нас есть свет, у нас есть вода, у нас есть тепло. У нас всё есть. Так, личико хочу намазать. Раз такое дело, раз у нас всё есть. Сегодня утром проснулась. Заглядываю в комментарии под моё предыдущее видео. В названии этого видео были слова «Как не впасть в отчаяние» при виде того, что творится в Украине. Вы поняли, главные слова, как мне впасть в отчаяние. Мне там кто что написал. Алекс, мой хороший комментатор, посоветовал мне попробовать взять под опеку какую-то старушку. Эх, это не ко мне. Я вам честно скажу, меня саму скоро надо будет брать под опеку, потому что у меня поясница болит, ноги отекают, нервы сдают. Какие у меня ещё проблемы. зубы болят. Да и вообще у меня не средиземноморское здоровье. Все знают, что там долго живут. Ой, нет, старушка мне не подходит. А главное, я вот вам честно скажу, положа руку на сердце, я не настолько добрая. Я не настолько добрая, чтобы брать старушку под опеку, чтобы не впасть в отчаяние. Нет, Алекс. Не смогу. У меня тут ещё кремчик есть. Это мой постоянный уход. Уже не раз рассказывала, что это у меня тут за фирма. Ну, мало кто это видел, то, что я рассказывала. Фирма Ланэш. По-моему, корейская. Очень классный крем и вообще вся продукция. Вот. Мазюкаюсь иногда. Потому что то лень. Ну, и вообще экономить надо. Где я ещё потом возьму крем Ланэш? Ну, штука вообще супер. Так что у меня есть два таких продукта. Советую, рекомендую, не пожалеете, если приобретёте такую штуку. Найхерб заказывала. Найхерб. Забиваете Ланэш и выбираете, что хотите. На ваше усмотрение. Пойду сушить голову. Я, кстати, недавно подстригла волосы сама. Видео, как я стригу волосы сама, собственными руками, абсолютно без помощи парикмахера, я оставлю под видео. Попробуйте однажды постричь свои волосы сами, своими руками. Вам понравится? Я думаю. Ну, по крайней мере, те, у кого волосы такого плана, как у меня. Просто ровные, конечно, стрижку. Я сама себе стричь не собираюсь. И в мыслях такого нету. Ну, подровнять, чтобы можно было их уложить при случае. Накрутить локоны можно. Всё реально, всё реально. Попробуйте, попробуйте, у кого есть такие волосы, как у меня, наподобие. Можете постричь их сами. То, что можно стричь волосы самой, я поняла через 52 года своей жизни. Оказывается, это легче лёгкого. В общем, я вас научу. Поехали. Поехали. Ой, где эта кнопка? Ай! Я вообще всех в своей семье стригу сама. Эти каналы сам себя вот так. Главное это не пересушить. Не пересушить. Нужно немножко недосушить, и они дойдут до кондиции. Мне вчера под видео написали, что я похожа на Ивлееву. Что правда. Я похожа на Ивлееву. У нас сегодня очень пасмурно. Дымка вдали. Пасмурно и сыро. Такое 25 ноября. Скоро декабрь. Скоро зима. Пять дней осталось. Ой, холодно. Ой, дубарь. Готовлюсь к завтраку. Час днём. Мешаю себе кофе цик. Это мой напиток кофе с цикорием. Побольше цикория, а поменьше кофе. Сливок нету. С сухим молоком. На-на-на. Я сегодня ем культурно. С тарелки. Очень культурно. Я сегодня хлеб. Всё как положено. Что у меня сегодня на завтрак? Яичница. Но я сегодня её не очень хорошо пожарила. Не так, как я люблю. Я люблю яичницу жарить на очень медленном огне. На очень слабом огне. Не спеша. Но сегодня у меня шкварчало. Я туда разбила яичницу. И она у меня стала вот такая. Вот как надо стала. Но она мне такая не надо. Отбивная. В общем, сегодня атомная бомба. Отбивная яичница. И кабачок поджарила соусом терияки. Сдобрила. И немного сушёной зелени, которую летом сушила. И кофе цик. Всем приятного аппетита желаю. Ох, сейчас я иду отбивную. Ну, вы не думайте. У меня всё как у людей. После такого завтрака мне приходится пить эссенциалы форте. Форте печень обязательно надо поддерживать после таких завтраков. Ну, вы сами понимаете. Отбивные, жареные яйца. Не так, как надо. Потому что могут быть последствия. Нужно как-то выходить из этого положения. Поставила варить картошечку. Не знаю, что из неё получится. То ли пюре, то ли просто картошка отварная. Жду Эдика. Дала задание купить селёдку, салаку, кильку. Всего понемножку. Хочется рыбки. В общем, жду-жду. Надеюсь, всё купит. Так, девочки, давайте быстренько, пока есть время, помаринуем лучочек. Ой, как же он мне в глаза лезет. Так, побольше сахарку. Затем пара ложек яблочного уксуса. Пусть хорошенько маринуется. Так. Ну, в общем, всё. Вы поняли. Мариную. Пусть будет кисло-сладенький такой лучочек. Обожаю. Просто обожаю. Маслом поливать я лук не буду. В общем, пусть маринуется. Водой заливать тоже не буду. Вот как есть. Удивительно, но сегодня свет не отключали от слова совсем. Совсем, совсем не выключали сегодня свет. Чему я очень рада. У меня закипела вода. Уже восемь часов вечера, а я никак не дождусь рыбу. Уже и пюре сварила. И лук уже помариновался пять раз. А рыбы всё не везут. Ну, вы сегодня супер долго. Давай. А рыба где? Да, и рыба где-то, где-то может быть. Ой. Так. Что вы там сегодня накопили? Чай лаваре по акции, по скидке. Молоко. Трава. Приправа. Италийские травы. Чай зелёный, ароматизированный. Вот его лицо. Творожок. Цебулька. Под стол. Опа. Чай Хейлис. Значит, с Китая приехали. Мандаринки. Попросила купить мандаринок. Купили четыре штуки всего. Я думала, купила грамм. Это бананы. Сыр. Сметана. И ещё какой-то чай с манго. И смесь приправ. Хотела приправы для корейской морковки, но их не оказалось в АТБ. Батон хлеба. Раз. Упаковка печенья. Два. Батон хлеба. Три. А где рыба, я не помню? Где рыба? Они рыбу не забыли на работе? Сливки. Сыр намазывать на хлеб. Очень вкусный авокадо. Как раз можно есть. Лимончик. А где рыба? Какие-то тут конфеты непонятные. Они, наверное, здесь живут. А рыбы нету. А, а где рыба? Возьми, пожалуйста, сейчас. А ты без рыбы жить не можешь? Что ли у тебя глаза что-то на выкатее? Бля, у тебя такие глаза сейчас. А что они? Так пусть занесет рыба. Пусть занесет. А то рыбу коты сожжут. На пол положи там, на все. На. Конечно, я рыбу жду целый день. Там и Костя и Тобику на 20 рублей. Костя и Тобику. Костя и Тобику это прекрасно. Так, Костя и Тобику. О, вы купили сальцо. Слушайте, да вы сегодня хорошо скупились. Рыба. Салата. Или киха. Селедка. Мясо. Непонятно, что за мясо. И маслаки для Тобика. Ого. Тобик будет счастлив. Рыбки наловили. Крупненькая. Рыбка на столе. Хлебушек нарезан. Картошечка перегреется, потому что она уже три раза остыла. Ужин готов. Всем приятного аппетита. Какая тут килечка. С салакой. Пряные. Пахнут кориандриком. Класс. Максим, тебе хочется как рыбки с картошечкой? Или не очень? Я не рыбный любитель. Ну да, аппетит на очень даже для меня. Да-да. Да-да-да. Та-да. Слюнка. Слюнка. Подберите слюнку с пола. Так, все. Всем приятного аппетита. Правда, я забыла маслом полить. Хочу маслом полить. Еще пахучем растительным. Вау. А ты селедку попробовал? Селедка будет завтра попробоваться. Я тебя спрашиваю. А что ты делаешь? Нет еще. Рыба будет кикар. Что ты делаешь? Самишка в коварусе. Грею. Это греешь-то? Да. Аж кипятый. Картошка пюре. Картошка пюре. Какая-то... Какая-то... У меня сегодня картошка пюре потерпевшая просто была. Может, тише надо огонь? Ага. Ага. Продолжение следует...